Жертвой неизвестного афериста стала жительница Родниковского района. Мужчина, которого женщина считала магом и волшебником, оказался совершенно обычным, незатейливым и циничным мошенником. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Родниковский поступило заявление о 38-летней жительнице одного из сел Родниковского района, которое сообщило о том, что ее обманули дистанционные аферисты. По словам заявительницы, в одной из социальных сетей она нашла страницу мужчины под именем Александра, который якобы предоставляет магические услуги. Женщина списалась с незнакомцем и договорилась об онлайн-встрече по видеосвязи для того, чтобы провести сеанс изгнания духов для ее супруга. Мужчина и правда нуждался в помощи. После смерти близкой родственницы он впал в отчаяние. Своим знакомым и супруге рассказывал о неких являющихся ему видениях. Женщина искренне пыталась ему помочь, но обратилась, как вскоре выяснится, совсем не туда, куда следовало бы. ЖЭК-страсенс уведомил о том, что данная услуга будет стоить 10 тысяч рублей. И потерпевшая перевела указанную сумму на банковский счет, который ей назвали. По условиям договора сеанс видеосвязи должен был состояться в 21.00, но на связь незнакомец не вышел и прекратил дальнейшую переписку. Женщина поняла, что общалась с мошенником и обратилась с заявлением в полицию. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Аферисты, пообещавшего вылечить приболевшего человека, ищут сотрудники уголовного розыска. Оперативники предупреждают. Подобные формы обмана случаются периодически. И со всеми этими магами и волшебниками общаться не стоит. Полиция предупреждает. Количество сайтов в сети интернет и аккаунтов в социальных сетях, предлагающих магические услуги, растет. Не следует верить различным гадалкам и целителям, отдавая им за пустые обещания свои сбережения. Соблюдайте осторожность, общаясь с незнакомцами на интернет-сайтах и по телефону, которые обещают услуги, требующие определенных банковских операций и ваших персональных данных. Помните, под маской доброжелателей нередко скрываются обычные мошенники, цель которых – завладеть деньгами и богатиться за ваш счет.